В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Круглая дата. Почетный научный руководитель РФЦ ВНЕФ отметил свое 80-летие. Подарить второй шанс продлена акция по сдаче крови на типирование. Художественные фильмы и документальный кинематограф в Сарове стартует фестиваль НАБАД. Далее расскажем обо всем подробно. Почетный научный руководитель Ядерного центра отметил свой юбилей. Этой осенью академику РАН Радио Ивановича Илькаеву исполнилось 80 лет. Юбиляра поздравили руководители госкорпорации Росатом, Российская академия наук, правительство Нижегородской области, РФЦ ВНЕФ, администрации города и представители многих предприятий атомной отрасли и других организаций. Подробности далее. Торжественное заседание, посвященное юбилею почетного научного руководителя Ядерного центра Радио Ивановича Илькаева, началось с поздравительных телеграмм от президента и премьер-министра Российской Федерации. О вкладе выдающегося ученого и исследователя восстановления и развития науки оборонно-промышленного комплекса нашей страны рассказал директор ФИАЦ ВНЕФ Валентин Костюков. Он является инициатором и ведущим разработчиком десятков проектов, многие из которых были реализованы в серийном производстве и поставлены на вооружение, обеспечивая силу и прочность ядерного щита нашей страны. И сегодня целый ряд проектов, в разработке которых определяющую роль играл Радио Иванович Илькаев, составляет основу ядерного боевого оснащения нашей страны. Вклад Радио Ивановича в укрепление ядерного щита нашей страны и создание новейших образцов вооружения огромен. По этому приказам министра обороны юбиляра наградили медалью за укрепление боевого содружества, за содействие в решении задачи, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации. Благодаря таланту ученого, самоотверженной профессиональной деятельности, ваша работа имеет неоценимое значение в поддержании и совершенствовании нашей ядерной мощи, залогом мирного развития России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в работе на благо нашей Родины. Радио Иванович работает в ядерном центре более 50 лет. В 61-м году прошлого века он приехал в наш город после окончания института. И его ответные слова благодарности были обращены к тем, с кем ему довелось работать на различных этапах своей деятельности. Мне пришлось работать с сотнями талантливых руководителей, инженеров, ученых. И я, конечно, им очень и очень благодарен. И я считаю, что главные задачи, которые ставила перед нами страна, мы выполним. После все присутствующие еще раз поблагодарили юбиляры за его огромный вклад в российскую и мировую науку, укрепление ядерного боевого оснащения, совершенствование военно-промышленного комплекса нашей страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам организаторов, самую высокую активность проявили жители нашего города зрелого возраста. Некоторым даже пришлось отказывать в силу жестких условий, которые обязан придерживаться потенциальный донор. Одно из них – возраст, который ограничивается цифрой в 45 лет. Не должно быть проблем со здоровьем. Онкологически больные люди не могут. Люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями тоже. Стать донором очень просто. Необходимо прямо на месте заполнить анкету, сдать кровь из вены. А дальше с вами свяжутся лишь в том случае, если ваша помощь понадобится нуждающемуся в пересадке костного мозга. Всех желающих сдать кровь на типирование и стать донором костного мозга с 10 по 16 октября ждут с 8 утра и до 7 вечера по адресу проспект Ленина, дом 15. Саровчан приглашают принять участие в создании книги «Бессмертный полк. Книга нашей победы». На ее страницах будут опубликованы фотографии и биографии участников Великой Отечественной войны, письма, воспоминания и другие документы этих времен. К участию в проекте принимаются также стихи или рассказы на военную тему. Авторы, опубликованные в сборнике, номинируются на их соискание литературной премии мира. Более подробно о проекте можно узнать на сайте форма-слова.ком. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Четвертое КПП откроют 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Новый пропускной пункт позволит значительно разгрузить транспортную развязку в направлении Нижегородской области. Особенно в летний период, когда Саровчане активно выезжают за пределы города. Новый КПП оборудован 10-ю досмотровыми площадками для автомобилей и 6-ю проходами для пешеходов. По предварительным оценкам он сможет пропускать до 200 автомобилей в час. 17 и 18 октября городская прокуратура проведет горячую линию по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства. Вопросы от Саровчан будут принимать с 9 до 18 часов по телефонам 75570 и 75636. По всем поступившим обращениям проведут проверки, а при необходимости примут меры реагирования. При новом храме на улице Менделеева откроются две воскресные учебно-воспитательные группы для дошкольников. Старший священник храма Протеерей Сергий Скузоваткин совершил молебен на начало доброго дела и возглавил первую организационную встречу. Занятия будут построены в форме бесед, игр и мастер-классов. Расписание также будет включать в себя трапезу и посещение храма. Среднеазиатские, немецкие, кавказские овчарки, спаниели. Огромную помощь в охране города, поиске нарушителей и обнаружении подозрительных предметов в военном Саровской дивизии оказывают служебные собаки. Кинологическая служба имеет более чем 100-летнюю историю. Ученики 1-го класса 11-й школы посетили с экскурсией кинологический городок в войсковой части номер 3796. Посторонним вход запрещен. За высоким забором с сигнальной табличкой живут незаменимые помощники военных. Служебные собаки. Они настороженно принимают чужих на своей территории. Но если не чувствуют агрессии, со стороны посетителей спустя некоторое время даже дадут себя погладить. Многим воинским подразделениям просто не обойтись без чуткого обоняния зоркого глаза и моментальной реакции четвероногих бойцов. У нас они поступают молодыми, маленькими полугодовалыми, когда годовалыми собаками. И мы с ними по определенному направлению занимаемся. Сначала начинаем с общего курса дрессировки, то есть с послушания. Потом мы смотрим на характер собаки, куда она предназначена. В кинологический городок в войнской части собаки попадают из специального приемника. Предрасположенность к тому или иному роду службы напрямую зависит от породы. Так, немецкие овчарки достаточно универсальны. Они подойдут и в патрульно-розыскной работе, и в поиске взрывчатки. Учитывают кинологи и характер собаки. Если собака более агрессивная, то мы ее берем в патрульники. А если более лояльная и спокойная, мы ее берем в минно-розыскную службу. Первоклашкам показали, чему может научиться служебная собака, пройдя курс подготовки в кинологической службе. Трюки, выполнение команд хозяина и самое зрелищное – реакции четвероногого бойца на потенциального нарушителя. Собаки такие хорошие, и они могут учить след, и очень хорошо подъявляются дрессировки. Я вообще узнала новое для себя, как собака перепрыгивала через стенку. После экскурсии ребята смогли задать кинологам вопросы о понравившейся породе, сфотографировать собак и даже погладить четвероногих помощников военных. С 9 октября по 3 ноября в художественной галерее пройдет областной кинофестиваль историко-патриотического кино «Набат». Он проводится совместно с Нижегородским отделом кино Центра культуры «Рекорд» и ежегодно находится у Ровчан большой отклик. Какие сюрпризы подготовили организаторы фестиваля в этот раз, расскажем в следующем репортаже. В этом году в фестивальной программе «Набат» принимают участие шесть картин. Три из них – это новые художественные фильмы, которые были показаны зрителю в 2017 и 2018 году. Стартует фестиваль 11 октября в 6 часов вечера с исторической драмы под названием «Первые». Этот фильм об открытии севера, русского севера, об экспедициях Витуса Беринга, такая драматическая история с приключениями, с пиратами в кавычках, конечно. Главная цель фестиваля – как можно больше познакомить зрителей с современным кинематографом. А тех, у кого есть желание совместить просмотр фильма с изучением основ изобразительного искусства, ждут 18 октября на Большом осеннем открытии. Мы открываем персональную выставку равновесия московского скульптора и графика заслуженного художника России Олега Закоморного. Сразу после вернисажа и творческой встречи с писателем гости вечера ждет следующий кинопоказ в рамках фестиваля «Набат». Еще одна новинка 2018 года – лента, которая не оставит равнодушным любителям футбола всех поколений. Ярким событием этого года стал чемпионат мира по футболу в России. И, конечно же, фестивальная программа не обошла эту тему. И мы показываем документальный фильм «Лев Яшин. Номер один» о легендарном отечественном вратаре. Старшему поколению тоже есть что посмотреть на фестивале. В рамках декады пожилого человека для пенсионеров города покажут и ретроспективные фильмы, посвященные 100-летию комсомола. Бабушек и дедушек ждут советские киноленты «Добровольцы», а также комедии «Семь нянек» и «Неподдающиеся». Не упустите прекрасную возможность посмотреть новое и хорошее старое кино. Открытие фестиваля пройдет 11 октября в 6 часов вечера. Вход на все кинопоказы свободный. Познакомиться с программой и расписанием можно в группе художественных галерей в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. В Санкт-Петербурге прошел финал международного проекта «Салют талантов». Перед именитыми хореографами и исполнителями выступили тысячи коллективов и вокалистов из России, Европы, страны СНГ и Азии. Среди призеров этого масштабного конкурса оказалась и Саровчанка. Воспитанница детской школы искусств Дарья Листратова стала лауреатом второй степени в номинации «Эстрадный вокал» в старшей возрастной категории. Эстрадным вокалом Даша Листратова начала заниматься в 4 года. Тогда еще никто не мог предположить, что из маленькой девочки вырастет настоящая звезда. За 12 лет Дарья успела принять участие во многих престижных конкурсах и фестивалях, где неоднократно становилась призером и лауреатом первой степени. Первый мой конкурс – это был «Парас надежд». Сначала он проходил в городе, где я заняла лауреат первой степени, потом поехала на область и в категории 11-13 лет я взяла лауреат первой степени. Это была первая моя награда, и после чего я начала ездить по другим городам и занимать разные места. А этой осенью Дарья приняла участие в финале международного проекта «Салют талантов» в Санкт-Петербурге, где стала лауреатом второй степени в номинации «Эстрадный вокал» в своей возрастной категории. На суд жюри Даша представила патриотическое произведение «Баллада о красках». Я, в принципе, довольна своим выступлением, получила огромный опыт, услышала мнение от жюри, на чем мне стоит работать и что мне больше нужно развивать в себе. Для Даши попасть в суперфинал конкурса – повод для гордости. В международном проекте смогли принять участие только лучшие из лучших – обладатели дипломов лауреата первой степени. На фестиваль съехалось более тысячи вокалистов, инструменталистов, хоровых коллективов со всего мира. Все они боролись за призовой фонд полмиллиона рублей. Что такое конкурс? Это развитие. В любом случае соревновательная часть и дальнейший какой-то потенциал внутренний, какой-то взрыв, скажем так, после конкурса всегда есть толчок к дальнейшему успеху. На этом достижении солистка останавливаться не собирается. В следующем году Даша планирует вновь отправиться в Санкт-Петербург, чтобы стать первой и забрать главный приз. Ежегодно в первых числах декабря Саровский клуб любителей кошек организует для жителей нашего города выставку, посвященную четвероногим домашним любимцам. Этот год не станет исключением. Но в преддверии выставки «Зимняя сказка» организаторы и Центр развития культуры и искусства предлагают юным саровчанам принять участие в конкурсе рисунков. Конкурсы «Зимние кошки» проходят в Сарове традиционно. Каждый год организаторы готовят для маленьких гостей приятные сюрпризы. В этом году юные художники могут проявить свою фантазию и изобразить своего домашнего любимца в любом образе. В рамках данного конкурса мы рисуем зимних кошечек и котов. Данный конкурс является у нас традиционным, проходит он ежегодно. Единственный 2017 год был небольшим исключением ввиду отсутствия самой выставки международной кошек. В творческом конкурсе «Зимние кошки» смогут принять участие ребята от 4 до 16 лет. В этом году изменились правила приема работ. Рисунки должны быть выполнены только на листе формата А4 в технике графики или акварели. Работы большего или меньшего формата приниматься не будут. Также существует небольшое требование обязательно, которое рисунок должен содержать. В печатном формате, да, в варианте нужно оформить фамилиями отчества автора, название работы, если оно имеется у работы, и контактный телефон. Рисунки на конкурсе принимаются до 15 ноября на вахте Дома молодежи. Увидеть работы юных художников можно будет на традиционной выставке «Кошек. Зимняя сказка» 8 и 9 декабря. А уже 18 сентября Дома молодежи приглашает всех желающих на праздник «Союз сердец и судеб», где будут чествовать семьи, которые прожили душа в душу больше 20 лет. Вход свободный. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.